По санитарно-эпидемиологическим правилам, все, кто прибыл в Казахстан из других стран, должны обязательно быть помещены в провизорный центр. Далее еще 14 дней они должны оставаться дома. Однако в семье выявили уже второго нарушителя домашнего карантина. С правонарушителями разъяснительные беседы проводит секретарь городского маслехата Бесенбек Акжалов, сотрудники полиции и медицинские работники. Мы находимся у дома, в котором проживает гражданин, не соблюдающий карантин. Как выяснилось, он прибыл из другой страны, в Казахстан. После прибытия его сразу же поместили в провизорный центр. После 14 дней он должен находиться на карантине у себя дома. Но, как стало известно, карантин он не соблюдает. Несмотря на то, что у мужчины не выявлена коронавирусная инфекция, он попадает под зону риска. К слову, как выяснилось, гражданин часто злоупотребляет алкоголем, постоянно выходит на улицу, посещает магазины и другие общественные места. А это, как отмечают сотрудники полиции, в первую очередь ставит под угрозу здоровье окружающих людей. Данный человек даже не отрицает то, что он выходил. Он и оспаривает в данный момент, и не осознает по всей видимости всю опасность, которую он может в действительности. Так как у него имеется риск заболевания, то есть он в последующем может быть носителем и дальше распространение. Уже приходится к таким методам приходить, уже по адресам приходить и составлять административные материалы с последующим направлением в административный суд. О нарушителя сообщила его соседка, которая не раз стала свидетелем пьяного дебоша. В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф до 20-ти месячных расчетных показателей. Секретарь городского масляхата Бисимбек Акжалов просит всех горожан по возможности оставаться дома и проявить ответственность. Я хотел бы обратиться еще раз к горожанам, нашим землякам города-семей. Пожалуйста, сидите дома. То есть все те меры, которые на сегодняшний день принимаются, они только во благо здоровья наших горожан. Поэтому соблюдайте режим карантина. Как стало известно, это уже второй нарушитель домашнего карантина в семье, который находился в провизорном центре. Напомним, что все, кто приехал в страну из других государств, должны в течение 14 дней быть изолированы в специальном центре. Дополнительно еще две недели они должны не покидать свои дома. Все подписали соответствующие документы. Бахыт Гульказе, Сайдос Айткалиев, телеканал Семей.